Апостоле Петре Первоверховный Апостол Иисуса Христа представлен в четырех Евангелиях. Во втором фильме речь пойдет о его самостоятельном служении после смерти и воскресения Спасителя. Основным источником для нас будет служить книга «Деяния апостольских», где Петру, его проповедям и чудесам уделено большое внимание. Воскресение Иисуса Сколько человек составляла община христиан после воскресения Иисуса? В «Деяниях» упоминается 120 человек. В это число могли входить 11 апостолов, другие 70, упоминаемые Лукой в Евангелии, некоторые женщины и сродники Иисуса по плоти. Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам говорит о явлении воскресшего Иисуса Петру, потом 12, потом более нежели 500 братьев. Из этого можно заключить, что общее число мужчин в общине превышало 500 человек. Первые главы книги «Деяний» свидетельствуют о том, что после воскресения Христова именно Петр оказался во главе апостольской общины. Когда на место Иуды, который предал Иисуса, а потом покончил с собой, надо было избрать 12 апостола, Петр обращается к общине с речью, а затем руководит жеребьевкой. Это избрание становится тем эпизодом, в котором новая роль Петра впервые проявляется очевидным образом. По сути, он берет на себя функции, которые раньше принадлежали исключительно Иисусу. Он обращается к ученикам с речью и инициирует принятие 12-го члена в апостольскую общину. Решение, однако, принимается коллегиально, и это новый элемент, который при жизни Иисуса отсутствовал. При нем все решения принимались единолично им самим. Роль Петра как главы апостольской общины явствует из повествования о событии, произошедшем в праздник Пятидесятницы. Кульминацией празднования было торжественное жертвоприношение в Иерусалимском храме, совершаемое в соответствии с четко прописанным ритуалом. Событие, о котором повествует Книга Деяний, произошло в тот момент, когда Иерусалим был заполнен паломниками из разных стран, а члены христианской общины были собраны в одном месте. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все духа Святаго, и начали говорить на иных языках, причем каждый из пришедших на праздник слышал свой язык. И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Тогда Петр возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские и все, живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, то есть утро». И затем рассказал собравшимся об Иисусе Назорея, о том, как он был осужден на смерть, пригвожден ко кресту и умер, однако смерть не могла удержать его, и он воскрес. И затем напоминает о царе Давиде, который умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи пророком, он предсказывал, что из его потомства произойдет Христос. Это предсказание исполнилось. Вину за убийство Иисуса Петр возлагает на иудеев. «Сего вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Свою пламенную речь Петр завершает словами «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом, сего Иисуса, которого вы распяли». Несмотря на эту обвинительную тональность, речь Петра имела успех, и в тот день к церкви присоединилось около трех тысяч человек. Это было первое столь значительное приращение. Дальнейшее расширение церкви будет осуществляться в геометрической прогрессии. Петр стоял во главе общины, которая жила по особым правилам и законам. И они постоянно пребывали в учении апостолов, читаемые в деяниях, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Экономические отношения в Иерусалимской общине были построены на принципе общего имущества. Члены общины имели все общее, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Из чего складывалась эта общая собственность? Из денег, которые уверовавшие получали, продавая принадлежавшие им земли и недвижимость. Эти деньги отдавали апостолам, а те, в свою очередь, распределяли их между всеми членами общины, включая малоимущих. Эта ситуация имела большое значение для последующего развития христианства. В IV веке описанный Лукой идеал послужит одной из основ для установления правил монашеского общежития. В отличие от монастырей позднейшего периода, раннехристианская община, по-видимому, не предполагала полный отказ всех ее членов от всего имущества. Очевидно, имущество и земли продавали только наиболее состоятельные члены общины и продавали не все, что имели, а то, что считали лишним. Вырученные деньги и распределялись среди бедных. Можно предположить, что это было общее решение апостолов, принятое на заре существования церкви. При этом у Петра и в вопросах, касающихся финансово-экономической стороны жизни общины, была руководящая роль, что явствует в частности из истории Анании и Сапфиры. Эта история – одна из самых шокирующих во всем Новом Завете. Двое христиан, муж и жена, решили продать землю, а деньги пожертвовать на нужды общины. При этом часть денег они решили утаить. Когда же Анания пришел к Петру, тот сказал ему, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и его похоронили. Спустя три часа пришла жена, которая не знала о случившемся. Петр спросил ее о цене земли, и она тоже назвала ложную цену. Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Тут и она упала и испустила Дух. Грех Анании и Сапфиры заключался не в том, что они решили пожертвовать неполную сумму вырученных денег, а в том, что они по взаимному сговору пытались обмануть церковную общину. Сознательная ложь однозначно воспринималась как предательство по отношению к правде Божией, переход на сторону врага. Этим обусловлена строгость наказания, примененного по отношению к Анании и Сапфире. Результатом описанного события стало то, что великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Бескомпромиссность Петра вырисовывается также из рассказа о Симоне-Волхве. Этот человек, занимавшийся магией и колдовством, пораженный чудесами апостолов, уверовал во Христа и крестился. Однако своих магических практик не оставил. Однажды, увидев, что при возложении рук апостолов на людей сходит Святой Дух, он пришел к апостолам, принес им деньги и сказал, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». В своем ответе Петр показывает, что дар Божий невозможно ни продать, ни купить. Наделяя учеников способностью творить чудеса, Иисус говорил им, «Даром получили, даром давайте». Этому принципу они следовали неукоснительно. Какие же чудеса совершали Петр и апостолы? Рассказом об этих чудесах посвящены многие главы книги Деяний. Однажды Петр и Иоанн в девятый час дня, по нашему счету, около трех часов пополудни, шли в храм Иерусалимский на молитву. У входа сидел нищий, хромой от рождения. Он пристально посмотрел на апостолов, надеясь получить от них деньги. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имея, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». И тотчас хромой начал ходить, а народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый «Соломонов». Посещение Иерусалимского храма было ежедневной практикой первых христиан. Основным местом их собраний в храме был притвор Соломонов. Речь идет о портике, расположенном вдоль восточной стены двора язычников. Он отделял пространство, куда можно было входить язычникам, от пространства, куда вход им был запрещен под страхом смерти. С внешней стороны портик представлял собой глухую каменную стену, с внутренней – колоннаду, поверх которой располагалась балюстрада. В Евангелии от Иоанна упоминается о том, как на праздник обновления ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Возможно, первые христиане собирались там именно потому, что это место было связано с памятью об Иисусе. О том, что апостолы совершали многочисленные чудеса, неоднократно говорится в первых главах книги Деяний. Автор книги упоминает, что верующие выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра, осенила кого из них. Однажды, посещая город Лидду, Петр нашел человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. В другой раз, посещая город Иопию, Петр пришел в местную христианскую общину. А там только что скончалась женщина по имени Тавифа. В общине ее любили, потому что она всем шила рубашки. Когда Петр вошел в горницу, где лежала умершая, местные вдовы со слезами показали ему сшитые ей рубашки и платья. Тогда Петр выслал всех вон, и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал, «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои, и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Значительное место в книге «Деяний» отведено рассказом о том, как Петр был арестован, а затем освобожден из темницы. Дважды его арестовывали по инициативе первосвященников и один раз по приказу Ирода. Все три заключения были непродолжительными и оканчивались неожиданным и чудесным освобождением. Впервые Петр был взят под стражу вместе с Иоанном, после того, как исцелил Хромова, а затем произнес речь с призывом к покаянию. Первосвященники пытались воспрепятствовать апостолам проповедовать о Христе. Но они ответили, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Первосвященникам ничего не оставалось, как отпустить апостолов. Затем апостолы были арестованы вторично, но ангел Господень ночью отворил двери темницы и повелел им вернуться в храм. Третий, описанный в деяниях арест Петра, произошел через десять лет после второго. К тому времени церковь разрослась, христианские общины существовали во многих городах. Но и гонения на христиан были более жестокими и систематичными, чем в первые годы существования церкви. На этот раз Петр был арестован по приказу самого Ирода, четвертовластника Иудеи. В темнице его стерегли два стража, к которым он был прикован двумя цепями. Эти цепи сохранились по сей день. Их можно увидеть в римской церкви Сан-Пьетро-Ин-Винколи. И вот, когда прикованный цепями к воинам Петр спал, а они спали рядом с ним, внезапно явился ангел, толкнуло его в бок, разбудил и сказал, «Встань скорее». Цепи тотчас упали с рук Петра. Затем ангел сказал, «Опояжся и обуйся». Петр так и сделал. Ангел провел Петра через два поста с охраной. И лишь оказавшись на улице, Петр понял, что происходящее с ним не сон, а явь. Поняв, что он на свободе, Петр отправился в дом, где вся община молилась о его освобождении. Но служанка, увидев его у ворот, так перепугалась, что не отворила ему. И члены общины сначала тоже не могли поверить, что у ворот стоял живой Петр. Он, между тем, продолжал стучать, и ему, наконец, отворили. Одним из важнейших эпизодов, связанных с Петром, является крещение римского сотника Корнилия. Этому событию предшествовало видение, которое Петр имел, когда проголодался. Неожиданно он увидел ковер, спускающийся к нему с неба, а в нем множество всякой живности, и услышал голос «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр ответил, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Голос же сказал ему, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Видение повторилось трижды. Оно имело символический смысл. Иудеи считали нечистыми не только животных, но и людей. Все язычники считались нечистыми, с ними нельзя было садиться за один стол, находиться под одной крышей, а Петру предстояло идти в Кесарию, форпост язычества, и крестить римского сотника. Петр не сразу осознал смысл видения, но когда осознал, без колебаний отправился в путь. Корнилий ждал его вместе со всей семьей. Петр произнес перед собравшимися речь, результатом которой стало то, что Святой Дух сошел на Корнилия и его домочадцев. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою, тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Последний раз Петр упоминается в книге Деяний в связи с апостольским собором, созванным в Иерусалиме для решения вопроса о том, как принимать в Церковь бывших язычников. Поводом к созыву собора послужила миссионерская деятельность апостолов Варнавы и Павла, точнее, их активность в проповеди язычникам. На общецерковном уровне еще не был решен вопрос, нужно ли обращенным в христианство из язычества принимать обрезание, исследовать другим иудейским обычаям или нет. Павел и Варнава для себя на этот вопрос уже ответили, но церковной санкции на отказ от иудейских обычаев у них еще не было. На соборе Петр заявляет, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа и Иисуса Христа спасемся, как и они». После Петра выступил Павел, а затем председатель собрания апостол Иаков, к тому времени возглавлявший апостольскую общину, подвел итог дискуссии. Обрезание было отменено. Отныне бывшие язычники принимались в церковь без каких бы то ни было дополнительных условий. Церковь окончательно отпочковалась от иудаизма и пошла своим путем. Рассказав об апостольском соборе, евангелист Лука, автор книги «Деяний», окончательно переключается на оповествование о путешествиях апостола Павла, а о Петре больше не упоминает. Обычно это объясняют тем, что Лука, будучи спутником Павла, описывал только то, что видел своими глазами. Книга была закончена до того, как Петр завершил свой жизненный путь. О его дальнейшем пути мы знаем из церковного предания, согласно которому промысл Божий привел его в Рим, где он был распят вниз головой. Предположительно, это произошло в 67 году, в гонении императора Нерона. Место захоронения Петра с самого начала было окружено почитанием, однако в эпоху гонений почитание не могло быть массовым. Ситуация изменилась после Миланского эдикта 313 года, когда христианство было легализовано и повсюду в империи начали строиться храмы. По приказу императора Константина на месте захоронения Петра была построена базилика, просуществовавшая более тысячи лет. В начале 16 века Папа Юлий II инициировал строительство нового храма на месте старой базилики. Работы велись под руководством ведущих архитекторов Италии, включая Рафаэля и Микеланджело. Итогом стройки стало грандиозное сооружение, своими размерами и величием превзошедшее все ранее построенные римские базилики. Одновременно с Петром в Риме через отсечение головы был казнен апостол Павел, однако похоронен он был в другом месте. Оба апостола в раннех христианских источниках называются основателями римской церкви. Однако со временем в этой церкви сложилась традиция, согласно которой ее основателем стали называть только апостола Петра. была сформулирована теория о том, что полученное от Христа первенство Петр передал своему преемнику по римской кафедре, а затем оно стало передаваться от одного римского епископа к другому. С веками эта теория оформилась в учении, на котором основаны притязания римских пап на верховную власть во Вселенской Церкви. На христианском Востоке эта теория была принята лишь частично. Петра признавали основателем римской церкви, а епископа римского считали первым среди равных, но не как единоличного преемника Петра, а как епископа столичного города. Такая ситуация сохранялась вплоть до середины XI века, когда произошел разрыв между Римом и Константинополем, и Западная и Восточная Церкви пошли своими путями. Но это уже сюжет для другого фильма. Мы же завершим повествование об апостоле Петре рассказом о том, как уже в наше время были обретены его мощи. Вплоть до XX века мощи апостола Петра не извлекались из земли. Лишь в конце 1930-х годов, по инициативе Папы Пия XII, начались раскопки на месте предполагаемого захоронения. Раскопки велись даже во время Второй мировой войны, но их результаты хранились в тайне, до тех пор, пока не была найдена подземная камера с табличкой, на которой по-гречески было написано «Петр здесь». В этой камере, в ней мы сейчас находимся, были найдены кости человека пожилого возраста. Они были подвергнуты разнообразным тестам, по итогам которых 26 июня 1968 года Папа Павел VI объявил, что кости признаны принадлежащими апостолу Петру. На следующий день в присутствии Папы останки Петра были возвращены в то место, где их обнаружили. Здесь они и покоятся по сей день. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...